А вы топ-донатеры, а вы подписчики, а вы простые работяги, нахуй хейтеров. Собственно, всем привет. Дома очень жарко, я решил записать, не знаю, возможно, часть, возможно, полностью здесь. Насколько хватит у меня батареи телефона, а он уже разряжается. Так, в этот раз без бумажки, в этот раз все продумано, тупо на папичах. В этот раз я, собственно, одолжил маме телефон, который я ей подарил, вот этот вот, мой старый, Samsung Nitsch. И с него я буду зачитывать вопросы. Думаю, это супер-вэри удобно. Так, осталось найти... Где они? Ок, я нашел, почти. Сеть бы твой неудобно. Что-то кекаю. Ок, начинаем. Шесть месяцев подписчик. Сарканс Сатанс. Здорово, стример. Вопрос. Можешь рассказать, какие тебе приходят предложения по рекламе, сотрудничестве и т.д. Сколько они предлагают, часто ли отказываешь и почему. Остальные стримеры молчат. Почему всегда... Нет, остальные стримеры молчат всегда насчет денег. Почему-то для них это больная тема. Ты вроде как открытый. Расскажи зрителям, всем бездец интересно. Без всякой зафисти. Рафлан Булдыга. Как известно, я уже являюсь стримером, ну, примерно два года. За эти два года, начиная где-то после девяти месяцев первых, приходило огромное количество различных предложений. Сняться в каких-то телешоу, типа, знаете, типа Дома-2 только для геймеров. Сняться там в рекламе всякой хуйни. Домой мне присылать всякую хуйню. То есть даже банально, когда я только начинал стример, даже на Ютубе там вообще не было никаких даже подписчиков. Да и сейчас, в принципе, нету, потому что я, по сути, стример, как бы я не, ну, я не Ютубер. На него предлагали всякую такую хуйню. Предлагали за все деньги. Самое большое, что предлагали, насколько я помню, предлагали около 10 тысяч долларов за какой-то проект телевизионный. Ну, короче, по сути, это за шквар, всякая лицемерная хуйня, то есть, всякие сюжетики, знаете, да. Это все меня никогда не интересовало. Это мне, в принципе, не интересно. Так. Короче, очень много всего предлагали, так за два года все и не вспомнишь, но я на все отказываю. Предлагали продавать продукцию от моего имени, всякие, знаете, футболки, сарфлан ебала и так далее. Ну, как бы, многие чельки и так продают. Собственно, ничто им не мешает. Надо было с собой стул принести. Не знаю, как я буду тут сидеть все это время. Реально сложно. Предлагали ли свой сайт делать, но мне не устраивали ли тебе предложения конкретно. Не знаю, если бы предложили по поводу сайта, там, ну, типа, я всегда хотел, допустим, влог. Если было бы какое-то хорошее предложение, то я, возможно, бы согласился. Очень много всего предлагали. Часто ли я отказываю? Ну, повторюсь, всегда отказывал всему. По сути, на моем стриме ни разу не было активной рекламы за два года стриминга. На моем стриме максимум, там, знаете, ссылка чья-то, там, баннер под стрим, все такое. Один раз за всю жизнь, за два года, один раз я поставил на два дня баннер на стриме. 200 на 100, буквально два дня стоял. Как бы у меня даже изначально стоят завышенные цены на любую пассивную рекламу. То есть активной я вообще не занимаюсь никогда, а пассивная реклама у меня стоят завышенные цены, чтобы никто, собственно, не заказывал. Поэтому, ну, я могу сказать с уверенностью, я самый непродажный стример не только в Руси Гвенте, а и на Твиче. Да-да-я! Вопрос номер два. Я постараюсь по-быстрому, потому что я не знаю, сколько мне хватит батареи. Я забыл зарядить телефон в КК, когда я сюда шел. Если бы зарядил на 100%, наверное, бы хватило, но я забыл. Сложно, сложно. Подписчик, турбоподписчик с ником Стажу. Нравится ли тебе жить в Венеции? В скобочках Венеции. Думаю, переехать в другое место. Сабжи-то есть. Это уже в скобочках его скобочках. То были мои скобочки для этого. Рафлан Хаму. Как это Рафлан Хаму делать? Венеция. Венеция. Самый лучший город Украины. Это факт. То есть жить в Венеции лучше, чем в Киеве. Почему? В Венеции все очень удобно. Очень много... Один из главных плюсов. В Венеции очень много растительности. Деревья и все такое. Как бы парков много. Тут очень много растительности. Тут еще не успели все это порубать. Это один из главных плюсов. Дальше. В принципе, Венеция один из самых спокойных городов Венеции. Тут не бывает никаких проблем. Ничего, ну, никакой движухи не бывает. То есть... И, насколько я знаю, тут или самый низкий, или один из самых низких уровней преступности. Плюс, где бы ты ни жил, если ты живешь не в самой жопе, то возле тебя будут разные магазины, супермаркеты и так далее. В Венеции жить, в принципе, очень удобно. И, ну, как бы, недорого. То есть, опять же, если сравнивать с каким-нибудь Киевом. Хотел бы приехать в какое-то другое место. Сабжито есть. Не знаю, многие считают, что я какой-то ультра-мега-богач, мажорыч. Но, если вы, как бы, задумаетесь, глянетесь немножко назад, я стримлю в среднем 4-4,5 часа раз в 2 дня. В среднем это. Я не богач. Как бы, я ни разу не продавал жопу на Твиче, никакую рекламу. Повторюсь, у меня не было никакой активной рекламы. Я... У меня не было никогда цели зарабатывать деньги. Как бы, я не стал бы стримить бесплатно никогда, я говорю. Бесплатно я не стал бы стримить. Но сюда был приоритет контент и, ну... Единственное, куда бы я мог бы в теории хотеть переехать, это я уже говорю много раз, в страну под названием Швейцария. Швейцария, чтобы туда переехать, нужно иметь, не знаю, минимум, несколько миллионов долларов. Поэтому, нет, Сабжито нет. Третий вопрос. Это не подписчик, это был донат Рафлан Драчила. Ку! Почему перестал ебашить на Луне Сларке? Есть ли у тебя любимые актеры, ради которых готов посмотреть любимый фильм? Например, мне нравится Анжелина Джоли, и я могу смотреть любой фильм, где она будет сниматься. Не обидно, но Анжелина Джоли уже реально старая, и вообще... Ну, она уже... Блин. Как же тут сложно сидеть. Не знаю, на меня так видно или нет. Надеюсь, видно, потому что это минус спина. Да, у меня есть любимые актеры. В принципе, я готов смотреть почти любой фильм, почти любой, но далеко не все, как бы. С Кристен Стюарт, потому что она мне нравится. Это из актрис. Из актеров, как бы, топовые актеры, ну, реально, самые топовые, это Кристиан Бэйл, там, Брэд Питт, Ди Каприо. Вот с ними фильмы почти всегда охуенные. То есть, качественный контент. Потому что, мне кажется, они серьезно просто относятся, как бы, к своим ролям, к своим образом. Все такое. То есть, это вот три топ-актера, с которыми я готов почекать фильмы. Вообще, есть разные связки, знаете, режиссер плюс актер, или просто режиссер, или режиссер плюс сеттинг, или актер плюс сеттинг и так далее. То есть, все зависит еще, как бы, от того, кто, где, в чем снимается. Сложно. Так сразу все и не вспомнишь. Актеров очень много. Учитывая, что я смотрю фильмы, не знаю, буквально с трех лет, я смотрел очень много фильмов. Я смотрел больше фильмов, чем Челлики, допустим, которые Оскары выдают. Ну, а там, знаете, всякие какие-то там старички семидесятилетние, которые Оскары выдают, они смотрели меньше фильмов, чем я в 26 лет. И сериалов. Почему перестал ебашить на Луне с Ларки? Почему перестал? Это по поводу последних моих стримов, самых последних, потому что я еще относительно недавно, относительно недавно, на Луне играл. Это вроде было до Нового года. Типа, на Луне поигрывал. Потом ее, кстати, порезали. Почему перестал ебашить на Луне с Ларки? Именно сейчас, последние стримы. Потому что я просто не играю на карьероле, потому что я хочу играть на харде. Я хочу стоять один в Соляново. Чтоб был Солянаторий. Нет, тут нереально сесть. Цена е реальным, цена е можливым. Надо было брать стул, потому что это финиш. Минус спина. Просто сейчас не играю на карьероле, просто я хочу играть только в РК. Вот и все. Я всегда доту играл одним героем. Всегда. То есть у меня был пул за все время, за 14 лет доты, там 60 плюс героев. Но я всегда играл одним каким-то. Всегда выбираю одного героя и одним играю. Сейчас это в РК, вот и все. То есть сколько я буду не играть, не знаю. Возможно, в РК долго. Если там доту пофиксили, то недавно был патч, где минус 25 героев, и это зашквар. Четвертый вопрос от ThePlayFit. Это опять же, по-моему, донат, а не подписчик. Как изменилось твое мировоззрение за последние 10 лет? О ком, о чем поменял свое мнение? Какие выводы сделал о жизни и людях? Какой совет ты бы мог дать, исходя из своего жизненного опыта? Ну, могу сказать, что довольно-таки сильно изменилось. Даже не знаю, с чего начать. Ну, понимаете, 10 лет – это довольно-таки огромный промежуток времени. За 10 лет может измениться очень многое. О ком, о чем поменял свое мнение? Ну, скажем так, я вот изначально по жизни нетолерантный человек. Я, как бы, не испытываю никакой толерантности к тем, кто делает неправильные вещи, кто, ну, как бы это объяснить? Ну, короче говоря, я не толерантен. Но, в принципе, за 10 лет я могу сказать, что я стал немного более толерантным. И вообще, как бы, я готов уважать свободу, да, свободу пространства любого человека до тех пор, пока он соблюдает, собственно, приличия и уважает мою свободу, мое личное пространство, как минимум, да. То есть до тех пор можно соблюдать толерантность, до тех пор. Это, ну, одна из таких вещей. Какие выводы сделал о жизни и людях? Так... Да, в принципе, я как считал 10 лет назад, что люди это говно, так считаю и сейчас. В этом плане ничего не изменилось. Люди это дерьмо, просто, ну, банально... Банально не обязательно, допустим, всегда всем это говорить в лицо. То есть если 16 лет назад я мог кому-то там сказать, насколько он долбоеб, то, допустим, сейчас я могу использовать часто правила молчания золота. То есть не обязательно даже палить контору, не обязательно человеку палить, что он долбоеб. Он не будет знать, что он долбоеб, не будет пригорать. Ну, как бы, смотря где, смотря в какой ситуации, смотря с кем. Какой совет ты бы мог дать, исходя из своего жизненного опыта? Не знаю, самый главный совет, мне кажется, это приселить с собой стул, когда снимаешь видео в лесу. Это самый главный совет. Черт, меня комар ненавидит, он хочет со мной один на один выйти. Что делать? Самый главный совет из моего жизненного опыта, это, пожалуй, как бы, не опираться по жизни на мнение других. Нужно делать то, и, собственно, самое главное, говорить то, то, что вы считаете, то есть иметь свое мнение. Пожалуй, это самый важный совет, потому что мнение других, чтобы вы понимали вообще, допустим, мнение тысячи человек, мнение десяти тысяч человек, мнение одного миллиона человек, это мнение кого-то другого. То есть, как бы вам объяснить. Когда множество людей верит во что-то, то есть, почти всегда, ну, мысли, забитые им в головы, кем-то другим, одним. То есть, вы, принимая мнение миллионов, вы просто принимаете, на самом деле, мнение одного человека. То же самое, как если к вам подошел бы кто-то, и подрассказал бы вам что-то, и вы бы поверили во все, что он вам рассказал. То есть, нужно понимать, что мнение большинства ничем, по факту, не отличается от мнения одного человека. Представьте, вот стоит миллион, а вот один человек. Их мнение, если они отличаются кардинально, они по силе равные. Миллион человек, как бы, не имеет никакого преимущества над одним человеком в плане силы мнения. Разумеется, в плане физической силы я не имею преимущества, и в реальной жизни даже три человека всегда могут там морально или физически запрессовать одного человека, который не согласен. Допустим, допустим, да. Но, как бы, это, думаю, один из самых главных советов. Я не буду давать совет на лицемерии, потому что это каждому свое, понимаете. Одни люди могут по жизни лицемерить, другие нет. Я не буду давать совет, типа, быть честным. Вот могу дать совет, иметь свое мнение. Это очень важно. То есть, проверять факты, проверять другие мнения. То есть, сравнивать разные мнения. Мнений существует разных, десятки. Может быть, допустим, миллион человек думать одну вещь. Может быть, десять тысяч человек думать какую-то другую вещь. Сто человек думать еще что-то. И один человек думать совершенно кардинально по-другому, отличаясь от всех этих других групп. Главное, это иметь свое мнение, которое, ну, основывается на фактах и на сравнении мнений других людей. Ну, и как изменилось мое мировоззрение за последние десять лет? Ну, по поводу толерантности, что, в принципе, ну, как бы, я стараюсь это у себя уже в голове больше держать. В принципе... Что еще? Ну, очень сильно изменилось, просто я хочу что-то такое важное выбрать. Как бы, чтобы я на все не отвечал, чтобы я на все не рассказывал. Знаете, вот в Америке там по КД какой-то подросток врывается в школу или еще куда-нибудь, или на работе кто-то там врывается куда-то, ну, или там в общественных местах. Врываются челики и начинают всех стрелять. В 16 лет у меня была мечта тоже ворваться, типа, пострелять, типа, людишек по фану. Как бы, сейчас я понимаю, что на самом деле это, ну, это зло. Хотя, допустим, в 16 лет я не думал, что это зло убивать людей. Мне в 16 лет не казалось, что это зло, типа, убить людишек, потому что они, вы, людишки плохие. Правильно? Они, вы, людишки дерьмо. Но сейчас, в принципе, понимаю, что, как бы, это довольно-таки плохой поступок. Хотя, на самом деле, лично для меня убийство человека ничем не отличается от убийства собаки какой-нибудь, или, там, котенка. Но в любом случае убивать живое существо, которое тебе ничего плохого не сделало, или причинять боль живому существу, это абсолютно неправильно. То есть, даже если это человек. Даже если это человек. Я никогда в жизни, в принципе, не причинял, не причиню никому вреда, без провокации. Но в 16 лет, допустим, я считал, что это нормально, типа, просто завалить человека. Но мне это казалось. Не знаю, но, наверное, это важно. Модератор, 6 месяцев подписчик, Салмир. Предлагаю раскрыть тему развития кинематографа на территории СНГ. Если судить по кинопоиску, то не очень часто по сравнению с... Кстати, я проверю вебку. Камеру, то есть. Теперь смотришь. Работает. Ты не очень часто по сравнению с иностранными фирмами смотришь произведения местного приготовления. Ты смотришь, но не оцениваешь, как дальнобойщиков или же желание смотреть пропадает при просмотре трейлера. Я вообще не смотрю трейлеры круг-фильмам никогда, если честно. Там, ну, они плохо сделаны. Сможешь оценить качество кинематографа СНГ и сравнить его развитие с зарубежным кинематографом. Начиная от советской комедии 60-х, 70-х годов прошлого века и заканчивая нашим временем. Рафлан Тигран. Сразу могу сказать, что Минус горло. Сразу могу сказать, что лучше всего в СНГ кинематографе получается снимать фильмы про бандитов. То есть про криминал это топовые фильмы. Как пример. То есть там есть реально шедевры. Настолько шедевры, они ни в какую не идут с американскими фильмами про бандитов. Допустим, ну, конечно, сериал Сопрано это шедевр, да, максимальный, но, anyway, самый мой любимый фильм по криминалу, вообще, Эвер, это Бандитский Петербург 2 Адвокат. Именно вторая часть Бандитского Петербурга. Это настолько великой силы шедевр, это, ну, я его никогда не устану смотреть. Это просто 10 из 10. Это слишком хорошо. Что еще? Жмурки охуенный фильм, Бумер охуенный фильм, то есть, в принципе, много охуенных бандитских фильмов. Про ментов тоже есть хорошие фильмы. Сериал, допустим, был такой, Ментовские воины, там первые сезоны реально очень хорошие. Ну, как бы, то есть, что реально хорошо получается снимает, так это про бандитов. Остальное Not so good. Ну, есть, они мои хорошие фильмы, допустим, Возвращение. По-моему, он назывался Возвращение. Там еще чел, который был в хорошем сериале про бандитов, опять же, и про ментов. Ликвидация, хороший такой сериал был. Там один сезон буквально. По-моему, там Машков в главной роли. Так вот, фильм Возвращение, там, по-моему, чел, который снимался в сериале Ликвидация. Вот там это охуенный фильм. Если я не перепутал название, я могу перепутать название. Короче, фильм, про который я говорю, я пытаюсь вспомнить название, там, по-моему, снимал его Звягинцев, режиссер. Если я не ошибаюсь. И там про то, как мужик вернулся домой к сыну. Что типа такого? Там, к сыну и к жене. Это вот реально очень хороший фильм. То есть, как по мне, кинематограф на данный момент на территории СНГ не пытается развиваться. Он пытается копировать блокбастеры американские, но это получается в сто раз хуже. То есть, если посмотреть, что последнего там выпускали, они пытаются просто скопировать всякие марвеловские как бы фильмы-аттракционы, которые рубят деньги. Но у них, очевидно, это нихуя не получается. Позволь, какие-то звуки слышу оттуда? Может, что-то такое там непонятки. В принципе, я не вижу на данный момент никакого развития. То есть, когда снимали фильмы про бандитов, было пиздато. Сейчас снимают всякую хуйню намного хуже. Это факт. Ну вот, допустим, из последних еще СНГ фильмов хороший какой был. Фильм называется Дурак. Опять же, фильм Дурак, он тоже дохуя про бандитов, если честно. Там реально половина фильма криминалочи. Поэтому, ну, у СНГ получается снимать только если тема бандитская. все остальные фильмы полная хуйня в большинстве своем. В большинстве. Советский комедий 60-70-х годов прошлого века. Я не любитель комедий, поэтому, в принципе, я не могу полноценно... Блин, меня комар уже укусил в руку, у меня... О, рука напухла, смотрите. ШОК! Это была плохая идея. Ну, дома жарко, но это была тоже плохая идея. Сюда приходить, записывать что-то. Это пиздец. Комедии я, в принципе, не люблю, но я могу проникнуться атмосферой этих фильмов 60-70-х годов. Я знаю, про что ты говоришь. Эти всякие там шурики и так далее. там, где-то еще Тричелло было. Там, где пару таких известных актрис было. Там, Кавказская пленница, та актриса красивая вроде, если я не ошибаюсь. Кстати, вот все фильмы, вот эта вот вся категория этих фильмов. Я не фанат, далеко не фанат, потому что я банально не фанат даже, ну, не фанат СССР, но в тех фильмах была душа. Они, в принципе, снимались душой, там можно проникнуться атмосферой. Они, как бы, довольно-таки приятные. Вот если вы фанат, как бы той эпохи, СССР эпохи, то они охуенные для вас будут. Но я лично не фанат. Я не фанат СССР, поэтому мне тяжело проникнуться, но я чувствую, как бы, я чувствую, насколько они сделаны с душой. То есть, добро, которое они излучают, приятность, они реально приятные. То есть, они хорошие, эти фильмы, в принципе, хорошие, но я такое не смотрю вообще. Как-то так. Но как-то так еще. Шестой вопрос. От Канадача. Задам сразу несколько вопросов. В Мэйбе зайдет один. В чем разница между жизнью и существованием? Жизнь, это когда ты получаешь удовольствие. Существование, знаете, говорят такое, я не живу, я существую. Так вот, я на данный момент, по-моему, не очень живу, потому что моя спина почти сломалась. Буквально и все, и финиш. На данный момент я в принципе не живу, я существую, потому что я удовольствия мало получаю от процесса. Это была ужасная идея прийти сюда, в леса и снимать видос, потому что дома такая жара, что это тупо смерть. У меня кондиционера еще нет, кондиционер будет только в районе 9-го числа, наверное. Какие 3-5 главные проблемы нашего общества? Тотальная лицемерие, которая идет с запада, это вот лицемерие, да, бесконечная толерантность, знаете, да, за любые слова, там, это расизм, хуизм и прочее, прочее, то есть бесконечная лицемерие с толерантностью, это вообще забей, это просто, это просто пиздец, это одна из самых главных проблем. Дальше, вторая, это недостаток образования, то есть, знаете, все эти безумные, там, религиозные фанатики, прочая фигня, да не только они, банально у многих людей недостаток образования. Я вот закончил 8 классов и я знаю больше, чем 95% людей, наверное, то есть у меня знаний больше. А как такое может быть? Понимаете, за 8 классов ты там не можешь получить там супер дохуя знаний, но при этом у меня больше знаний, чем у половины, которые получили высшее образование, даже больше. Большинство людей, которые получили высшее образование, имеют знаний о нашем мире, о планете Земля меньше, чем я. Какое может быть? Это же неправильно. Как будто, ну, никто не хочет ничего понимать, никто не хочет ничего знать, из головы все вылетает. Очень легко, ну, лапшу на уши вешать людишкам, они глупые, им нужно чье-то мнение. Собственно, это еще одна, пожалуй, проблема. Всем нужно чье-то мнение, хотя нет, это не проблема, это так всегда было. Забей. Какие еще главные проблемы? Ну, хз, часа в голову ничего не приходит, ну, не знаю, надо думать. Как относится к стримерам, блогерам, которые рекламируют разные рофлы? Что думаешь в самой рекламе? Я уже про рекламу еще вначале отличал, в принципе, я ни разу ничего не... Это звук как будто ко мне приближается, не знаю, вам слышно? Это звук как будто ко мне приближается. Это как будто фильм Лангольера и там звук все ближе и ближе. Getting close. Которые рекламируют разные рофлы. Это их дело, это не мои, как бы, я не задумываюсь о чужих деньгах, я не задумываюсь о чужих делах, что они делают, как бы, пусть хоть рекламе, не знаю, вулкан, казино и любые рулетки. Я лично, мне предлагали, кстати, по поводу рулеток, мне предлагали на стримах не раз там четверхзначные суммы по две тысячи долларов, по три за рекламу какие-то там месячные рулетки, каких-то CSGO и т.д. Проценты предлагали с рулеток, свою рулетку предлагали открыть, что угодно предлагали, но я-то все отказывал, потому что мне это не нужно. Что сам думаешь о рекламе? Ну вот, сказал, к чему должен стремиться, должен иметь каждый челик? Каждый человек должен стремиться к бесконечному саморазвитию. То есть никогда не стоит останавливаться на саморазвитии, нужно бесконечно развиваться, нужно иметь самокритику. Самокритика это одна из главных положительных черт человека, то есть не самая лучшая черта, но одна из самых лучших. Самокритика это супер важно. Вы должны стремиться к тому, чтобы быть справедливым, честным, самокритичным. Просто запомните три этих пункта, то, что вас делает выше других. Справедливость, самокритичность, честность. Эти три пункта ставят вас выше других людей. Даже если, блядь, все люди будут ростом 5 метров физически, а вы будете там 2 метра, вы снова будете выше, если у вас эти три черта есть. Ну, вы поняли суть. Это очень важно, я считаю. Лично для меня. Я посоветовал то, что важно для меня. Не знаю. Так, лучше вроде. Блядь, эти мухи. Каково твое отношение к нынешней молодежи? Считаешь ли ты людей, которые адски переплачивают за бренды одежды? Supreme Palace, это да, техники iPhone идиотами. Дрочно, бренды появился относительно недавно, лет 20 назад. Нет, ты не прав. И как думаешь, быстро ли он уйдет? Рафлан Хммм. И, собственно, такой же вопрос от Канадыча. Что думаешь о нынешней молодежи? К чему все идет, если, например, сравнивать с теми, кто родился и жил в Советском Союзе? Это один и тот же вопрос, если что. Это седьмой вопрос, один и тот же. Итак, по поводу молодежи двоим вам отвечаю. Да и по поводу сравнения с Советским Союзом молодежи. Еще в Древней Греции, знаете, всякие философы, я не помню имена, короче, еще супер, мега давно, в Древние времена, разные философы, всякие сократы, кто это говорил конкретно? Я не вспомнил цена конкретного человека, который говорил, что вот молодежь сгнила, сейчас все такие плохие, даже не здороваются со старшими и так далее. Так говорили тысячи лет назад каждое поколение, те, кто старше, говорят, что молодежь хуесосы. В этом плане ничего не изменилось, поэтому этот вопрос, то есть это уже ответ на этот вопрос. Какой смысл что-либо отвечать, если так говорили абсолютно всегда? Всегда! Сейчас буду позвонить. Если сравнивать с теми, кто жив и родился в Советском Союзе, ну, Советский Союз, я не жил лично в Советском Союзе, я родился в 90-м году, но вообще я примерно понимаю, какая там была молодежь. В принципе, какого черта два раза подряд звонить, если я отключил? В принципе, в Советском Союзе, ну, я уверен, старшие так же самое говорили про молодежь. То есть, в среднем, да, безусловно, там государство как-то ограничило, там были моральные нормы какие-то лишние. Безусловно, наверное, я считаю, ну, в Советском Союзе молодежь была лучше. Это, думаю, очевидно. Учитывая, какие сейчас долбоебы есть. Я недавно смотрел видос, недавно смотрел видос, не знаю, в какой стране, по-моему, это в России было или нет, я не знаю. Короче, там приехали куда-то менты, да, приехали куда-то менты, УАЗик с ментами приехал, и УАЗик с ментами окружила толпа малолеток. И, короче, все эти малолетки, просто там, это я видос открыл, там была такая ситуация, УАЗик с ментами, и там окружила толпа малолетних долбоебов. И эти малолетние долбоебы все кричат, А-У-Е, 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 и снимают на телефоны. Я посмотрел так минуту, и я понял, вернее, я надеялся, что менты вылезут с уазиков и просто расстреляют их всех И просто у меня такая надежда теплилась в моем сердце, что менты просто вылезут с калашом и всех положат нахуй там Потому что, блядь, ну представляете, насколько это надо быть дебилом, чтобы чем-то подобным страдать своей жизнью Нет бы заняться саморазвитием, нужно окружить толпа малолетних даунов, окружает ментовской уазик, бьет по нему ногами и кричит АУЕ Ну скажу вам так, повторюсь, во все времена все говорили, что малолетки дебилы, да А на что поделать? Что поделать, кек? Как вот, считаешь, что это людей, которые адски переплачивают за бренды одежды, Supreme Palace и т.д. Я даже не знаю, что это, мне плевать на бренды Идиотами И айфон, да? Вот я вот, этого даун, который купил себе айфон Я сейчас снимаю видео на айфон 7+, 256 гиг еще взял карточку Короче, ну, я даун считаю, да, я считаю себя идиотом, потому что я купил этот айфон Конкретно, ну, в этом случае я считаю себя идиотом, не вообще, а в этом случае Оно того не стоит, оно того не стоит Это первый раз в жизни я допустил такую ошибку То есть, чтобы вы понимали, я таким не занимаюсь Я признаю свои ошибки, я учусь на своих ошибках Я решил попробовать Это была ошибка That was an error Но, по крайней мере, я на него снимаю, а нахуй она снимает Ставьте лосинку Блядь, этот телефон Так Как думаешь, быстро ли он уйдет? Дрочь на бренды Дрочь на бренды никогда не уйдет, так всегда было Всегда дрочили на бренды, ты просто не знаешь Всегда что-то считалось крутым, а что-то считалось, типа, попущенным То есть, один бренд крутой, другой для лохов Всегда так считалось Всегда, это всегда нужно было, ну, всяким имбецилам, опять же, в основном, малолетним Знаете, цитата из Басовского клуба Цитата из БК Тайлерича, Дёрдвинча Как там было в оригинале? People buy things they don't need to impress people they don't know Да, вроде так People buy things they don't need to impress people they don't know Это, по-моему, классифицирует, характеризует Ну, собственно, классифицирует большинство людишек идиотами И характеризует это, ну, как тенденцию, которая не стремится заканчиваться Потому что так будет very бесконечно Никуда это не уйдет Всегда будут дрочить на бренды и покупать всякую хуйню, которая им не нужна Даже я, даже я, человек, который, по сути, не нуждается всякой этой лишней хуйне Даже я умудрился купить айфон, вы представьте Даже если меня, получается, как бы, на меня это сработало Это первый раз в жизни такое произошло Первый раз в 26 лет я купил хуйню такую Дорогую, ненужную Ну, делайте выводы, даже если на меня сработало Это пиздец Подписчик Майами Бро Это предыдущий вопрос был седьмой от подписчика с ником Стажу Артас, как думаешь, в какой сфере образования есть перспектива обучения? А какие супер бесполезны, на твой взгляд? Рафлан Семодок Что это за звук? Там как будто кто-то ходит, блядь, бродит Какое-то животное, мэйби Может быть, это Семодок? Слышите этот звук? В какой сфере образования есть перспектива обучения? Безусловно, перспектива обучения Самая-самая топовая перспектива Это IT-сфера Потому что сейчас все Будущее за роботами Ну, в плане большинства физической работы Будут делать роботы То есть, к 2050 году Почти вся физическая работа на планете Земля Будет делаться роботами То есть, самая топовая перспектива Это IT-сфера Всякие кулхацкиры То есть, ну, это все тоже перспективно То есть, любые компьютерные языки и так далее Это все very-very перспективно Лично я понимаю, что это не мое Как бы мне плевать Я этим не занимаюсь Это не мое Anyway, как известно Мы все очень имеем маленькую продолжительность жизни Если бы я жил тысячу лет Я бы попытался заниматься этим, безусловно Я бы попытался развиваться в IT-сфере Но, так как я считаю, что Лично мое мнение, что жизнь слишком коротка То мне уже, в принципе, похуй Не мое, так не мое Но, вот я тебе ответил Какие супер бесполезны, на твой взгляд Все бесполезное то, что смогут сделать роботы Если робот это сможет сделать В ближайшее, в будущем Это бесполезно Вот и думай Это любая физическая работа Любая простейшая умственная работа Смотри Чего не могут делать роботы? Давайте задумаемся Даю вам 10 секунд подумать Роботы не могут заниматься творческой работой Мой стриминг на Твиче Это, по сути, творчество То есть, роботы за меня заменить не смогут Потому что я творческий человек, получается Правильно? Поэтому мне бояться не стоит Бояться стоит тем, кто работает на заводе Буквально А работягам завода стоит бояться, что их роботы Просто выгонят с работы И они не будут ничего получать Я же занимаюсь творческим делом, получается И мне бояться не стоит Вот, собственно Я думаю, это максимально продуктивный ответ Тут даже добавить нечего Что нужно сделать, так это проверить еще раз камеру Сейчас ответим на 9 вопрос Это был 8 Сейчас ответим на 9 вопрос Канадыча И проверим камеру еще раз Потому что я боюсь Она скоро выключится Я не хочу, ну, как бы зря разговаривать Канадыч Какова, по-твоему, мнению роль религии в наше время? Канадыч-то бытову не только подписчик Это еще и топ-донатер Вот так вот Но он проебал свой стрик подписки У него только 3 месяца подписки Гы-гы Это Бладшарда еще 9 месяцев Печаль Раньше та же церковь была у власти Но сейчас все больше атеистов и т.п По кивит Атеистов все больше Ты знаешь, сколько сейчас религиозных челиков? Если взять весь исламский мир Христиан, на самом деле, дохуя по-настоящему религиозных Сейчас религия, даже банально, я заметил Лично я заметил Допустим, в той же Рашке Сейчас пытаются возрождать религию и христианство Возможно, чтобы как-то противостоять исламу, я не знаю Чтобы контролировать массы Но всегда роль религии в обществе Это чтобы контролировать массы То есть, чтобы у тебя были войска Которые ты посылаешь на войну с неверными Религия Это способ Это средство контроля масс Есть неверные Вы их хуярите Типа, ваша религия лучше Это стандарт Это даже все объяснять, нет смысла Любой образованный человек это понимает Мне такое ощущение, что снова будет религии больше Наоборот Атеизм продвигается, потому что, знаете, образование Все больше и больше образования Но власть имущие не стремятся продвигать образование Потому что если власть имущие будут продвигать образование То люди поймут, что нет всяких этих вымыслов Этих всяких башков различных И они тогда не будут, собственно, в подчинении власть имущих Они не пойдут воевать Типа, вот эти вот все войны Многие прекратятся, потому что они не пойдут Типа, не будет неверных Если не будет религии, то не будет неверных Если не будет неверных То не будет войны между, типа, верными и неверными Ну, там, у каждого свое понятие о вере, правильно? Тут все very, 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 very просто Вопрос номер 10 Эдвард Иванович Нортон Ку, лол, найсник Вопрос жизни и смерти Пожалуйста, порассуждай подробнее И запиши в общий ку по возможности Как ты считаешь, какова вероятность подкрутки ГСЧ самими Старзами? Деньги крутятся огромные Выгода очевидна Споры ведутся издревле Бля, а за что? Споры ведутся издревле Стоит ли относиться к игре в онлайне на полных серьезничах? Подкручивать нет смысла Покер Старз зарабатывают с рейка Если они подкручивают Зачем они постоянно исторически уменьшали рейкбэк? Зачем они пытались исторически хуярить регуляров? Если они подкручивают Подкручивать в сторону кого? Как ты себе представляешь? Подкручивать в сторону фишей Чтобы фишам больше заезжало Полная хуйня Ты понимаешь, что в любом случае кто-то выиграет Допустим, Покер Старз подкручивает ГСЧ Но один из игроков выиграет Или что ты думаешь? У Покер Старз десятки тысяч агентов Десятки тысяч ботов Которые, ну, в которые В которым подкручивают Они эти деньги Покер Старз передают обратно Это, конечно, интересная теория Это только что я ее придумал, получается Но я не верю в подкрутку ГСЧ Я верю в то, что регуляров Регуляров, да, покера То есть плюсовых игроков и регуляров Да, это разные вещи на самом деле Есть просто плюсовые игроки, как я А есть и регуляры покера Я не настоящий регуляр Я на самом деле лудоман Я лудоман, если что, всегда был Ну, хоть и плюсовые Кстати, плюсовых лудоманов Буквально в мире 10% Среди, ну, лудоманов Деньги крутятся огромные Выгоды, очевидно Я считаю, что подкрутки нету Возможно, в каком-то маленьком руме Может быть какая-то подкрутка Но на Старзах На Старзах нету подкрутки Ты можешь относиться к игре в онлайне На полных серьезничих Я так считаю Я играю на Старзах Понимаешь? Я человек параноик Все это знают В принципе, я параноик Я играю на Старзах с 16 лет Уже играю на Старзах, по-моему, 10 лет Нет, по-моему, тогда еще Старзах не было Я уже не помню Нет, тогда еще был фултильт А Старзы были или нет? По-моему, были уже Я помню, играл на пати-покере На фултильте, правильно? А потом на Старзах Короче, а не вы, я играю долго на Старзах Я в подкрутку не верю Забейте Так, перед 11 вопросом Проверка реальности У меня осталось 10% батареи То есть телефон скоро выключится Я-то не смогу записать до конца А здесь Поэтому закончим дома Одиннадцатый вопрос От подписчика с ником Traurik Sonnenfinsternis Ебать Сложно Влияет ли возраст на разум и чувство? Ну, как ты думаешь Если тебе 3 года А потом тебе 15 А потом тебе 40 Влияет ли это на разум? И на чувство? Конечно, да Типа, вырастешь, поймешь Ну, вырастешь, поймешь Это относительно Бывает, не вырастешь и не поймешь Бывает, вырастешь, но не поймешь Относительно В твоем возрасте нужно думать о другом Это полная хуйня Вот это вот В твоем возрасте нужно думать о другом Это хуйня Это сразу говорю Это хуйня выражения Это не любовь, а увлечение Это нужно судить, думаю, человеку Который там, ну Или влюбляется, или увлекается Что это по-настоящему? А не никому-то другому Все личелики в возрасте 12-16 лет Имеют ложное представление о мире И банально являются существами с юношеским максимализмом Много ли ты понимал в этом возрасте? Ну, в принципе, сейчас оглядываться назад Я считаю, что в 14 лет В 14 Я был долбоебом еще, конченным В 14 лет В 16 я уже был пародией на самого себя Сейчас В 16 В 14 я еще был долбоебом В 16 уже скорее нет Ну, я скажу так Большинство людей Процент на 95 Не способны преодолеть планку Вот 13-15 лет Они навсегда застают в том возрасте Они остаются в возрасте 13-15 Большинство людей Может быть 90%, может быть 85% Ну, короче, большинство Большинство И на самом деле И даже если это зависит От воспитания или нет По-моему Какого-то личного восприятия мира Может ли ты видеть вещи, которые правильные Которые ложные Не знаю Сложно сказать Я этого до сих пор не понял Почему, допустим Большинство остается дебилами конченными А некоторые взрослеют Почему так? Я этого понять не могу До меня не доходит пока Может, это, блядь, генетика Может, нет Даже рандом просто Какой-то Знаете, как некоторые люди Рождаются там Какими-то суперсильными Знаете, бывают челы Там Огромный чел Килограмм 100 Качок, типа Ну, на самом деле Он не занимается даже в спортзале И, типа Ну, он просто такой родился Просто там был суперсильный Ну, и так же самое бывает здесь Типа Многие люди Рождаются дебилами И никогда не вырастают почему-то Ну, хуй знает Я не знаю, как ответить Непонятно Конечно, воспитание играет роль Конечно, если человек жил В хуевой среде Если он из детдома какого-то не будет То часто, да Там, ну Больше проблем Намного Конечно, очень сложный вопрос Я вроде ответил А вроде полностью не ответил Но я попытался Вопрос номер 12 Подписчик Опять стажу А как вообще Отношишься К своему комьюнити? Как-то не слышал Что бы ты подробно рассказывал Вдруг ты нас дегенератами считаешь Любое комьюнити на Твиче Конкретно на Твиче То есть берем, допустим, чатик Если брать комьюнити Возьмем чатик В большинстве чатов Полные долбоебы сидят И типа спамят хуйню Чем отличается мой чат В том, что В моем чате я это все разрешаю То есть Я вам разрешаю оскорбления писать Ну, только не спамить То есть Вот, это точно уже какие-то люди идут Я вам разрешаю какие-то оскорбления писать То есть Любую хуйню писать А в многих чатах за это просто банят Вот и все Вот это вот разница То есть Вы можете показать Что вы долбоебы Ну, кто это Ну, кто долбоеб Я считаю, что Зачем человеку запрещать Допустим, если чел Хочет обозвать незнакомого человека Допустим, если вы зашли в чат Если вы тупой малолетка Написали там в чат Артас долбоеб Артас, я твою мать ебал Артас, пошел нахуй Я вам разрешаю Пишите То есть Вы мне покажете Что вы там Конченный имбецил Который заходит там Оскорблять абсолютно незнакомого человека Я только за Показывайте То есть Зачем людям запрещать Скрывать свою сущность Зачем? Как-то не сложно Чтобы подробно рассказывала Да нет В принципе Я знаю, что много адекватных работяг Я знаю, что существует Много адекватных работяг Всегда будет процент Адекватных людей Всегда Везде Я всегда думаю, что У меня есть адекватные работяги Всегда существуют Какие-то там Взрослые челики Там Много адекватных донатеров Конечно Есть процент Не знаю Наверное, четверть Четверть донатеров Это ебаные эти спамеры С гнилыми рофлами Там С гей-донатами Да Но А не вай Большинство донатеров Допустим Там 75% Большинство из них Они адекватные вполне Там Без оскорблений С адекватными вопросами Без гнилых рофлов Как бы Я нормально отношусь Я вижу долбоебов И вижу нормальных пацанов Поверьте Я Я Я всех вижу Это не проблема 13 вопрос Подписчик Twitch Prime Ха Антикульт К 2025 году В России Хотят полностью Перевести все деньги В цифру То есть Не будет налички А значит Все сбережения Могут легко заблокировать Ха Так вот Примешь ли ты чип Под кожу Ради того Чтобы пользоваться Сабжами Сейчас отвечу Но быть полностью Контролируемым И не свободным Так как чип меняет ДНК Причем Тебя могут воздействовать Психотронным оружием Ебать Ты смотришь в фантастике Много или читаешь Либо ты пошлешь нахуй Государство И станешь жить По минимуму Но зато останешься Человеком Начнем с того Что никто тебе Чип под кожу Не засунет Вот эти вот Чипы под кожу Ребята Вы слишком много Смотрите фантастики Вам ее засунут Только при рождении И вы даже знать не будете Что у вас будет чип Понимаете Родится младенец Вот только ты родился Тебе сразу вставят чип Там в голову В руку Куда угодно Ну скорее всего в голову вставят Тебе вставят чип В голову И все И ты даже знать не будешь Понимаете Нам Нам Нашему поколению Чипы не вставят Никто не будет вставлять чипы Взрослым людям Если бы Ну вот Ты чел Если бы ты понимал Хотя бы немножко О психологии людей Ну это не в обиду Я просто пытаюсь объяснить Если бы ты понимал Ты бы понял Что это невозможно Как ты себе это представляешь Как ты сможешь Миллиардам людей Вставить чипы Как ты их заставишь Ты же понимаешь Что все будут против Нельзя Ну это слишком сложно Миллиарды людей Заставить Вот это всем чипы Захуярить Тем более В СНГ Не получится Невозможно Вставлять чипы Будут Новорожденным Да и то Есть огромный шанс Что будут согласия родителей Вставлять Изначально Мэйби потом Типа скрыто Когда чипы Начнут вставлять Это будет Новорожденным Живым людям Чипы вставлять не будут То есть Ну в смысле Взрослым Запомните это То что деньги в цифру переведут Ну и что У меня и сейчас Там дохуя Сабжи допустим В интернете На разных системах платежных Там всякие знаете Вебмани есть и так далее И что Заблокировать Ну так Тебе же не просто так блокируют Ну блин Заблокировать Так что Можно думать Что допустим Там Какая-то валюта Обесценится Одна валюта Обесценилась Другая Обесценилась То же самое Похоже Заблокировать И че Ну вот таких вопросов Задумываться Ты это не контролируешь Тут контроль Тут единственное Что можно посоветовать Держать в разных местах Разную валюту Все Как бы да Рано или поздно Все перейдет в цифру Бумажных денег не будет Я думаю Не к 2025 А в принципе Во всем мире К 2040 Скорее всего Бумажных денег не останется Хотя может быть И к 2025 Я не уверен Я в принципе В этих вопросах Не особо силен Учитывая развитие Всяких биткоинов Туда Все идет к этому Бумажные деньги Бай-бай Подписчик Вито Папуччи Не хотел бы Съездить куда-то отдохнуть В море Или на горы В лесу отдыхаю Просто наслаждаюсь жизнью Почти спину проебал Вот я на отдыхе Здорово всем Блин Кстати у меня После вчера После вчерашнего стрима До сих пор Минус горло Извините Просто развеется На месяц Или даже Лишь неделю Это же вдохновляет И заряжает силами В детстве Каждый раз Когда моя бабушка И мой дедушка Ездили на море Они меня брали с собой Еще мама ездила Бывало То есть Ездили мы всей семьей На море И типа Тогда еще меня брали с собой Я поэтому не скучаю Ездил на море Ну заебись Плаваешь В скобочках Медузы кусают Ладно Меня не кусали Просто я их боялся Ну как бы Вы же знаете Как я живу Я же Когда хочу Тогда стримлю Захотел постримлю Захотел нет А чего мне отдыхать От какой такой работы Я же не в шахте Тружусь Я же не сижу в шахте Не добываю уголь А чего мне отдыхать Я отдыхаю каждый день Я отдыхаю по жизни Я хотел всегда Ничего не делать Я ничего не делаю И собственно Я отдыхаю Я могу каждый день Как бы Отпуск иметь Правильно То есть А путешествовать я не люблю Горы Море Неважно Даже в другой город Поехать не могу Мне приглашали Недавно Главный Ну В Рудвиче Чел Ну Вайтра Меня приглашал На В Одессу На какое-то там Твич собрание Стримеров Я не поехал Просто потому что Ну Я вежливо отказал Потому что Я просто не люблю Путешествия То есть Хотя Ну Типа Мог бы поехать Но Путешествовать Блин Так не люблю Мне даже в своем городе Блин Было бы лень Куда-то съездить Но в своем городе Я бы еще приехал Ладно Конечно На Твич собрание Я бы приехал в своем городе Но Блин Даже в соседний город Ехать Столько лень А Одесса Это далеко не соседний Одесса Это я помню Часов 5 на машине Или 6 Пятнадцатый вопрос Опять от подписчика С ником Витто Папуччи Расскажи твои понятия О жизни без образования В данный момент Как бы ты зарабатывала На жизнь Возможно ли это вообще И как ты оцениваешь Конкурентоспособность Человека с образованием И без него Запиши Умоляю Блесс РНГ Жизнь без образования Ну вот я Чел который забил На учебу Начинал забивать Еще в 7 классе В конце 7 класса Я начинал забивать Начинал прогуливать В 8 классе В 8 классе в другой школе Допустим По-моему я уже Прогуливал по КД И что Как мне это помешало Мне это помешало Вырасти адекватным человеком Или что Мне это помешало Как-то Там не знаю Это мне жизнь не испортила Каждому надо решать Понимаете Если вы собираетесь По образованию Там какую-то работу Вести в будущем Если у вас какие-то планы То безусловно Вам нужно какое-то образование Если вы собираетесь По профессии Что-то делать Я не могу всем посоветовать Я не могу посоветовать Молодежи Там Забить на школу Это ж полная хуйня Такие советы давать Но у вас должен быть Какой-то план Вы должны понимать Чем вы хотите заниматься Я понимал точно Что мне не нужна Никакая школа Мне не нужно образование Что мне Интересно в тот момент Было не знаю Сидеть в компьютерных клубах И в зале игровых автоматов Да Там Хотя опять же У меня не было никакого плана Я просто не мог Ебаную школу посещать Мне там нехуй было делать Там было Неинтересно Скучно И вот Учеба То вот на уроке Знаете Конкретно около 8 класса Вот эти вот Сидишь на уроке Записывать в тетрадку Что-то Слушать учителя Я просто не мог Уже воспринимать информацию Я не мог Физически То есть Я был не способен Воспринимать эту информацию Потому что она мне не нужна была Я не мог это продолжать Все Это был конец Я не мог это продолжать То я вспоминаю Типа на уроке сидишь Типа достал Изошиты Ой бля И начинаешь Написать Что-то Какую-то хуйню Записывая в тетрадку Ой бля Это пиздец Ищу левша Мне так сложно Писать было всегда Понимаете Левой рукой Именно писать сложно Забейте Как ты оцениваешь Конкурентноспособность Человека С образованием И без него Да Одинаково Образование Ничего вам не решает Школьное Конкурентноспособность Зависит не от образования А от личных качеств От личных Ваших Качеств И Саморазвития Личные качества Плюс Саморазвитие Вот две вещи Которые влияют На конкурентноспособность И Очевидно Желание Плюс Мотивация Как бы ты зарабатывал На жизнь Возможно ли это вообще Не знаю До До стриминга Сначала я Был заядлым Игроком в казино Онлайн И покер Это было не очень Надежно Не стабильно Потом я трейдил в доте Знаете Когда я был трейдером в доте Я стабильно Стабильно Получал в месяц 500 долларов С трейдинга в доте Времени я много не тратил В принципе Не больше чем на стрим Не больше чем на стримы И типа мне этого хватало 500 долларов в месяц Мне хватало И че Нормально Я как бы Мне много не надо Мне хватало 500 баксов 16 вопрос Так еще раз проверяем По-моему уже пиздец Странно Ну Я скорее всего не успею Еще 4 вопроса Успеть Мало аутов Подписчик с ником Владимир А хули не Валдеморт сразу Я спрашивал О причинно-следственной связи Пример Ты много добился в доте Как ты считаешь Чье это достижение Если связь существует Оно не может быть Твое Ведь тебя Испытали родители На тебя оказали Прямое или непрямое Бля, я не понимаю Ведь тебя испытали родители На тебя оказали Прямое или непрямое Влияние Другие челики Фильмы, книги Получается Твоя личность И все, что ты делаешь И результат Всего этого влияния Как впрочем Все Все перечисленное Получается Это не еще Достижение Что я сейчас прочитал Как пример Я многого добился в доте Окей Отвечаю по пунктам Я добился в доте Столько, сколько я добился Сейчас перечислю Все Небольшие И маленькие достижения Сейчас я По-фасту вспомню Топ-1 Бета Ладера Первого Ну, первый сезон В Горене Топ-1 Стрик на Экапе На Луне 35 побед Подряд На Луне Потом Топ-1 На Экапе Но я не закончил сезон С Топ-1 Потом в каждом сезоне На Экапе Я был в топе В топ-10 Потом Стрики на Эмбер Спирити На Морфе На Морфе 51 На Эмбер Спирити 50 На Дота Лишисе Топ-1 На протяжении полгода Топ-1 Ладера На Эмбер Спирити Начинал на Виндранер Шел в ладер На Виндранер Only Виндранер Соломит Потом Эмбер Спирит Полгода Сидел в ладере Топ-1 Топ-1 Ладера Дальше Еще какие-то стрики были Огромное количество побед Один на один Допустим Была Рума Такая в ГГЦ High Level Украинская Рума Там Эпп-КД играл на баны На баны из Румы Один на один Забанил десятки человек Всего за жизнь Выиграл сотни дуэлей Один на один Был даже такой челлендж Я типа создал На форуме Укр Румы Да High Level 1 Типа Кто у меня выиграет Один на один Дам 100 баксов 100 100 долларов 20 человек Типа 20 попыток Никто из 20 не выиграл Но был один случай Когда мне стрельнули С лоу граунда Ласт хит Я типа выжил Шанс был 25% выжить Но я выжил Тут было конечно близко Это я так по фасту Вспомнил все достижения Ну и плюс Топ 3 ладра В доте 2 Огромные винрейты В доте 2 Винрейт на Варис Кинге На 6500 67% Это когда 6500 Это был самый высокий рейтинг Почти 67% винрейт На таких ПТС На свене был винрейт Винрейт на 7000 Винрейт на 71% Около 7к Когда опять же 7к Это было максимальный ПТС То есть ну Все вспоминать Забейте Очень много было разных достижений Все даже не вспомнишь Ну короче Всегда был в топе Почему так? Потому что я Всю жизнь С самого детства Ну смотрите сколько Я живу 26 лет Играю в доту 14 То есть примерно Начал играть в доту Около 13 лет Правильно? То есть я играю в доту Больше всех Я добился в доте Настолько много Потому что я задрачивал Больше всех Знаете? Типа правило есть такое Потратить на что-либо 10 тысяч часов И ты будешь типа топовым Я потратил Очень много часов на доту Дота Это моя вторая жизнь Да Хейтеры Со времен Вот как только я начал стримить Хейтеры Уничтожили Как бы мою дота жизнь Теперь для меня Дота это фофан Скорее больше Но Anyway Как бы Ну впрочем Что говорить о прошлом В прошлом я был дотер Сейчас я Фофанчик там Типа Стримлю доту Прошлое Оно на то и прошлое Что его уже в принципе нет Как ты считаешь Чье это достижение? Мое Личное Я играл Нереально много игр Тысячи игр У меня на одной луне 2200 игр Мэйби У меня на луне 2200 На в Райс Кинге Там не знаю Тысяча Нет На в Райс Кинге Примерно тоже 2000 с хуем У меня Нереально много игр У меня только на моих Топовых героях Эмбер Спирит Луна В Райс Кинг Морфлинг Вот 4 героя Моих 4 героя Исторически самых топовых У меня на этих 4 героях У меня на них больше игр Чем у вас Чем у 99% наверное из вас Серьезно Вот эти вот 4 героя 2000 игр на Райс Кинге 2200 на луне примерно Полторы тысячи Мэйби на Эмбер Спирите Тысяча игр на Морфлинге Там это около 6500 6500 игр Только на 4 героях Задумайтесь Почему я такой жесткий в доте был Поэтому Если связь существует Оно не может быть твоё Ведь тебя испытали родители Да, родители научили в доту играть На тебя оказали прямое или непрямое влияние Другие челики Ну, родители Оказывали на меня влияние Но Я его часто игнорировал И Ну Своего добивался Влияние на другие челики Фильмы, книги Фильмы, скорее Челики на меня в реальной жизни Влияние не оказывали Да, на меня оказывали влияние Фильмы Например, фильм Бойцовский клуб Вот Оказал на меня большое влияние Много ещё было других фильмов всяких Но Допустим Бойцовский клуб Это один из самых таких Кто оказал реально Существенное влияние Получается твоя личность И всё, что ты Результат всего этого влияния Так можно сказать Про любого другого человека Но разница в том Что Можно выбирать Только полезную информацию Среди Как бы Всего Инфопотока Что нас окружает Вы можете выбирать Только полезную информацию Не обязательно Именно Знаете Вот Люди, которые создают продукты У них может быть Одна цель Оказать определённое влияние А вы выбираете Только то Что вы хотите То есть Только то влияние Которое вам нужно Которое вам полезно Поэтому я В корне не согласен Я выбирал То, что мне нужно То, что мне полезно Нельзя сказать Что это результат всего этого влияния Потому что Я большинство игнорю Получает это Ничьё достижение Нет Я в корне не согласен По крайней мере Лично в моём случае Да, я знаю Что существует Огромное количество Людишек На которых оказывают влияние Которые даже не имеют Своё мнение Но об этом я ещё говорю В начале видоса Вот Об этой такой проблеме Серьёзно То, что огромное количество Людей Не имеют Никакого там Своего мнения Даже близко Так Ладно Гайс Осталось Примерно Пять вопросов Да, пять вопросов Думаю